Купальный сезон в этом году в Леновской области начался крайне рано. Вместо купальника и солнцезащитных очков, резиновые сапоги и лодка. Местные жители рассказывают, что можно поплавать даже не выходя из дома. Последние три дня семья Мухамедзяновых из Воропаевки добирается до дома в плавь на лодке. В жилище вода не зашла, спасла лестница. А вот в гараж двора Огород Свияга просочилась. Последний раз вода на их участке до такого уровня поднималась 17 лет назад. 17 лет тому назад как раз то же самое было. А получается 25 лет тому назад. Чуть побольше. Похожая ситуация у нескольких семей поселка, живущих вблизи Свияги. Вода затопила жилые пространства, детские игровые площадки. Внутренняя отделка домов сдулась, пострадала мебель, техника и пол. Здесь деревянная паблика, что все можно сдулась. То есть здесь стояла ваша площадка? Везде стояла? Да, везде. На всем первом этаже получается? Да. Здесь кухня. Тоже все это вспучится. Плотина ТЭЦ-1 сбрасывала воду на протяжении 36 часов. К утру паводок отступил на 23 сантиметра. На месте непрерывно работают МЧС и управление гражданской защиты. Жителям в Ирыпаевке оказывают адресную помощь. Также в Ульяновской области действует комиссия по оценке ущерба, нанесенного гражданам подтоплениями. Мы вчера провели противопаводки определенных мероприятий. Видим сейчас результат. Сейчас поедем еще в другие места, посмотрим, какая там ситуация. Но я думаю, что через несколько дней вода уровень выпадет. Вся необходимая помощь жителям, которые пострадали, будет оказана. Комиссия создана. А комиссионные выплаты будут предусмотрены в бюджете. Спасатели подтверждают. Пик паводка миновал. Обращение жителей собирает Центр управления регионом по бесплатному номеру 122. Светлана Карпухина, Юрий Конихин, Управда ТВ.